Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Если честно, не знаю, как коротко представить нашего сегодняшнего героя. Эрудированный, начитанный, блестяще владеет французским и исполняет романсы. Но самое интересное, пожалуй, много лет занимается фотографией в стиле ню. И это при том, что начинал с работы КГБшника. Знакомьтесь, рязанский фотохудожник Анатолий Кононов. Как говорит сам Анатолий Кононов, он живет окруженной красотой. Из резных багетов с каждой стены в его скромном жилище смотрят девушки и дамы. Максимум чувственности, минимум одежды. Даже сегодня не все галереи готовы разместить подобную выставку. А теперь представьте, чего могло стоить такое увлечение советскому человеку, да еще сыну НКВДшников. Когда этого не было, и вдруг... И народ, конечно, ходил и смотрел там, и все. И самое интересное среди этих выставок – это книга отзывов. Господи, ой, что там говорили? Конечно, большинство, естественно, это восхищение. Это ой, 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 ой. Но народ-то не видел, тем более в Рязани, не видели. Вот эта фотография недавно украсила обложку журнала «Космополитен» на снимке «Последняя любовь фотохудожника». Несколько аксессуаров, капелька ретро и главный приз у провинциальной красавицы. Что-то такое, знаете, что-то от незнакомки Крамского. Что-то было какое-то такое, это от неизвестной. Картина называется «Неизвестная». Это мы уже так в обиходе незнакомку. Ну и решили сделать из нее графиню де Монсоро. В его судьбу часто вмешивался господин Случай. И, слава богу, от прошлой жизни только костюм и остался. Это историческое маэто. Я могу даже одеть его, я еще в него вылазю. Хотя все мои друзья, коллеги, они все генералы, все они адмиралы, все они теперь эти. О, да какие еще генералы-то. Не буду уж я говорить, там еще что-то. А я до сих пор вот в кителе, в этом вылазю. Вот, пожалуйста, вот такой я как был, вот такой я и остался. Молодым я и умер, как военный деятель, да. Военной службы мне не удалось. Чему я, кстати, очень рад. Семья Кононовых и без него сполна послужила родине. Сегодня эти фото из семейного альбома уже можно показывать без страха и упреков. У меня и мама работала в КГБ тоже. Тогда НКВД было. Вот, НКВД. Отец у меня офицер СМЕРШ был, оба они инвалиды, и у мамы руки не было. Выбила ей кость, она танкистка была на этом, боевая женщина, наверное, я в нее. Вот, кость у нее выбила, у нее рука всегда изуродованная, всегда была. Отец без глаза пришел. Просто у каждого своя преемственность поколений, говорит наш герой. Его частичка души заключена в небольшой коробке, хранящейся на кухне. Самая большая ценность, доставшаяся от отца. Вот этим краскам 50 лет. Этими красками рисовал мой папа. Мой папа. Сейчас он стоит безумно дорого, потому что масло я даже не могу, наверное, себе купить. Вот. Продолжаю рисовать ими я. Вот, наверное, вот это вот духовное, которое, хотя папа мне никогда не говорил, что там, ты вот рисуй там или еще что-то, он просто посоветовал, а ты не хочешь попробовать. Впрочем, рисование и фотография были потом. А прежде 10 лет в Магадане, переезд в Рязань и занятие боксом. С детства был задиристым, вот и пошел. Он всю жизнь обожал учиться и фанатично проглатывал книгу за книгой. Но политех был не тем, к чему тянулась душа. Абсолютно. Кроме одной формулы H2O ничего не помню. Вот что значит учиться не по призванию и не от души. Служба в армии тоже далась легко. Спортивные навыки выручили. Первенство дивизий, армии, соединения так и пролетели еще 3,5 года. А по возвращении сразу с места в карьер. Педагогический. В тот год ввели иностранный язык. А я иностранный язык книгой. Это я очень готовился к поступлению в институт. Выучил наизусть русский язык. Там это бархудалов, там синтаксис, морфология. Выучил наизусть историю. Все это выучил, естественно, в рамках этого учебника. А иностранный я не готовил. Конечно, он поступил. Но какая в те годы перспектива у Педа? Поднимать сельские школы. И вдруг предложение продолжить обучение в столице, в высшей школе КГБ. Надо было больше читать детективов, шутит Анатолий Кононов. Тогда бы знал, на что подписывался. Он успел поработать по новой специальности даже здесь, в Рязанском управлении. Но в Москве буквально заболел живописью. И не собирался душить в себе это окрыляющее чувство. Заболел. Прихожу 25 лет. Стыдно было, ужасно. Прийти и признаться, что хочу рисовать. Не знаю как. Пришел. Они, оказывается, художники, очень тактичные люди. Была студия великолепная. Я тогда снимал квартиру на метро Лермонтовской. Была студия Московского динаментра строительного института МИСИ. Пришел туда. Говорю, так, так, хочу. Думаю, сейчас скажут, иди ты что, переростка. 25 лет у нас молоденький тут студентика и ты, да, старый дурак. Вот. Нет, взяли все. И я там 4 года рисовал. Примерно тогда же в его жизни появилась еще одна страсть – любовь к французскому языку. В доме все книжные полки буквально забиты литературой. От словарей до великих мировых произведений. Почему-то немецкий, которым его пытались обучить еще в школе, не оставил практически никаких воспоминаний. Кроме «Фатер Мутер уехали на хутор», я больше ничего не выучил. Да, или там как-то там этот хэнде-хох и еще, может быть, пару каких-то фраз. С такой любовью к французскому и быть невыездным. И однажды на летнем отдыхе его буквально спасла прекрасная незнакомка. Грехопадение мое произошло в Сочи. Первый раз. Я до сих пор помню эту девушку, которая сфотографировала обнаженной. Это было откровение. Это было что-то такое, знаете, даже Драйзер, когда писал свой гений, там, Юджин Виттла, когда он в студии первый раз увидел обнаженную натуру, даже не то впечатление было. Потому что это был восторг. Это было настолько красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Но такая красота, по мнению первой супруги, шла вразрез с морально-этическими семейными нормами. По большому счету, он и не прятал свои снимки. Скандал был страшный. Местком, бортком, беседа с глазу на глаз. И бывший генерал буквально поставил условия. Либо служба, либо девушки. Красота победила. И чекистскую форму сменило кресло главного инженера-конструктора электролампового завода. Тогда я понял, что мы, собственно, никогда к коммунизму не придем. Потому что там были целые научно-сельские отделы при этих заводах, которые ничего не делают. Представляете, один человек сидит и разрабатывает какие-то пуговицы. Он и не думал, что отдушиной станет самая обыкновенная школа с зарплатой в два с половиной раза меньше. Брал все, что предлагали. Рисование, черчение, труд, иностранный язык. И какая это прелесть. Какая это прелесть работать с детьми. Не представляете. И снова господин Случай. Друг предложил фотографировать для отдела рекламы. Вот где я почувствовал. Вот знаете, это, наверное, судьба. Это мне было сколько? Мне было, наверное, 33-34 года. И вот, ей-богу, вот только тогда, только тогда, когда я начал фотографировать, я понял, что я больше никуда не уйду. Я буду работать только фотографом. На этом фото его вторая супруга. Всего один кадр в том самом Париже. У нас был красивый балкон. Балкон с балкона был вид. Этот отельчик, три звезды, он очень скромный, но был в центре, естественно. Но был очень красивый вид. Я хотел снять балкон, она сидела, готовилась со мной куда-то выходить еще что-то. И вот я, Танька, мешаешь ты мне тут еще что-то? Сидела, я один кадр сделал, и вот получился такой кадр. Его студия – это два квадратных метра, казалось бы, оборудованных против многих законов фотографии. Жаль, что самые красивые работы только для взрослых. Их нельзя показать массовому зрителю. Это моя дочь, она, правда, тогда в более юном возрасте была. Вот, ну это тоже, это мы делали выставку одну. Вот она шла, как название, по-моему, русская красавица. Сейчас у него уже взрослая внучка, учится в Москве на третьем курсе журналистики. Так что самое время жить в свое удовольствие, как минимум дважды в год посещать лучшие выставки и галереи. Только неприметная бумажка с суммой пенсии заставляет вопросительно поднять глаза. Как тебе живет? Нормально живет. Сколько там получаешь? Да две штуки получаю. О, ну две штуки вроде нормально. Но они, думаю, доллары. Потом я достаю это и показываю. Стопор! У каждого свое представление о богатстве и красоте. Один обставляет свой дом шикарной мебелью, другой бережно ставит новые книги на старенькие полки и чувствует себя бесконечно счастливым, цитируя слова великого Мюссе. Мой стакан не велик, но я пью свой стакан. Очень хорошо. Мой стакан не велик, но я бую в мою стакан. Мой стакан не велик, но я бую в мою стакан.